Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Особая экономическая зона Тольятти и технопарк Жигулевская долина признаны одними из самых эффективных в России. Об этом шла речь на совещании в Москве, в котором принял участие губернатор Николай Меркушкин. Скинулись, чтобы не служить в армии. Призывники через курьера пытались купить военные билеты. Ударим щетками по грязи. На уборку самарских улиц от последствий зимы вышла новая спецтехника. Создание высокотехнологичных производств стало главной темой совещания в Москве, которую провел первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко с главами регионов. В совещании принял участие и самарский губернатор Николай Меркушкин. Особая экономическая зона Тольятти и технопарк Жигулевская долина признаны одними из самых эффективных в России. Также 63-й регион – один из лидеров в реализации проектов государственно-частного партнерства. По итогам прошлого года Самарская область в этом направлении на втором месте после Москвы. Еще одна важная тема была затронута на встрече главы региона с министром культуры России. Николай Меркушкин и Владимир Мединский обсудили вопрос реконструкции самарской фабрики кухни. После того, как здание будет восстановлено, в нем разместится Центр современного искусства. На встрече речь зашла и о реконструкции самарского цирка. Проектирование масштабного проекта уже завершается. А во время личной встречи с патриархом московским и всей Аруси Кириллом, губернатор Николай Меркушкин рассказал, как продвигается строительство Софийского собора в Самаре, Православного института в Тольятти и других храмовых комплексов в регионе. Кроме того, Николай Меркушкин принял участие в работе наблюдательного попечительского и общественного советов по изданию православной энциклопедии. Она прошла в Храме Христа Спасителя в Москве. Патриарх Кирилл отметил вклад главы Самарской области в работе по подготовке православной энциклопедии и широкому распространению издания в региональных библиотеках. 7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздник установлен в память о том, как Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Спасителя Мира Иисуса Христа. В Самаре главная служба прошла в Храме в честь Благовещения. На праздничном молебне побывал Андрей Горгуленко. Один из самых важных христианских праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы – отмечают сегодня православные. Во всех храмах проходят службы и молебны. Благовещение отмечается в честь знаменитого евангельского события – возвещение Архангелом Гавриилом Благой Вести Деве Марии о том, что у нее родится Сын Божий Иисус, который станет Спасителем. В храме в честь Благовещения службу проводил сам митрополит Самарский Сызранский Сергий. Благовещение всегда выпадает на 7 апреля. Несмотря на то, что это время Великого Поста, в этот день церковью допускаются праздничные послабления. Постящимся сегодня можно поесть рыбу и выпить немного вина. Благовещение на Руси считалось последним днем отдыха перед началом подготовки к посевной. В этот праздник было принято отдыхать. Работа, особенно по дому, была под запретом. Это очень большой праздник. Меня мама наказывала в этот день вообще ничего не делать. Она говорила, что девица косу не плетет, птица гнездо не вьет. Поэтому, конечно, как не прийти в такой день в храм. А завершилась праздничная служба крестным ходом вокруг храма. 15,5 миллионов рублей в общей сложности заплатят предприниматели, не желающие бережно относиться к окружающей среде. Штрафы на эту сумму в прошлом году выписало региональное природоохранное ведомство. Только из Самары ежегодно вывозится свыше полутора десятков тонн мусора. О том, как более тщательно контролировать исполнение законов об охране окружающей среды, речь зашла на заседании Совета представительных органов городских округов. Репортаж Алины Чемерес. Машиностроение, добыча и переработка нефти. Самарская область – один из ведущих промышленных регионов страны. Работа предприятий пагубно влияет на экологию, поэтому к охране окружающей среды особое отношение. По данным, за последние годы губерния входит в пятерку регионов ПФО по количеству отходов и по объему сбросов вредных веществ в реки и озера. В прошлом году профильные ведомства провели сотни плановых проверок – около полутора тысяч рейдов. Каждый третий случай нарушения. Общая сумма штрафов составила свыше 15 миллионов рублей. Вопрос охраны окружающей среды – это приоритетное направление деятельности. Время диктует необходимость дальнейшего развития природоохранного законодательства, совершенствование этого законодательства и с тем, чтобы соответствующая нормативно-правая база уже соответствовала современным условиям. За состоянием окружающей среды внимательно следят и в Самаре. Каждый год из города вывозится свыше 16 тысяч кубометров мусора. С незаконными свалками городские власти борются совместно с полицией и Росгвардией. Чтобы обнаружить места, куда нелегально вывозят отходы, используют беспилотники. В год экологии особое внимание водоемам. Планируют начать очистку одного из Воронежских озер. Быть внимательными к природе призывают и жители. В городе есть пункты сбора энергосберегающих ламп. На территории городского округа Самара за счет бюджетных средств установлено 15 таких спецконтейнеров, которые устанавливаются в основном в торговых центрах, где наблюдается массовость граждан, которые могут в свободном доступе размещать отходы. На заседании Совета по вопросам экологии также предложили внести изменения в школьную программу и обучать детей раздельному сбору отходов. Возможно, перемены коснутся и муниципалитетов. Там могут появиться внештатные экологи. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Ударим техникой по грязи. Очищать Самарские улицы от последствий зимы вышла новая уборочная машина. Сейчас она проходит тест-драйв. И если результаты устроит всех, город закупит партию современной техники. По характеристикам она опережает уже имеющуюся в Самаре. В первый рейс спецмашину провожала и наша съемочная группа. Со скоростью 5 км в час эта современная уборочная машина уничтожает грязь на дороге. Это ее первый рейс. В Самару новую технику привезли две недели назад на тест-драйв. Подписан договор с производителем, что месяц мы ее эксплуатируем в любых самых тяжелых условиях. Вот если она проходит все испытания, то, соответственно, город планирует как определенную партию закупить. Подметально-уборочная машина элеваторного типа так звучит ее официальное название. Она, как огромный автоматический веник, способна убирать с дорогу слежавшуюся за зиму грязь, даже если слой ее достиг 5 см. В разы сокращает время уборки и заменяет ручной труд. Разработка отечественная. Плюс в том, что ремонт такой машины не влетит в копеечку. В отличие от импортных аналогов, горожане новинку уже оценили. Мне кажется, все-таки поможет. Грядь у нас после весны достаточно много на дороге движет. И новая техника необходима. Хорошая техника. Реально даже вот то, что убирает. И не только убирает. Там и вода, и вот эти щетки. Все там и смывает, и подбирает грязь заодно. С одного квадратного метра такая спецмашина собирает до 700 граммов грязи. Для сравнения, уличные пылесосы, которые сейчас работают в городе, могут втянуть почти в 4 раза меньше пыли. Сборочная техника элеваторного типа достойно показала себя в других регионах. Теперь технологию перенимает и Самара. Марина Кравцова, Валерия Макарова, Станислав Левин. События. 250 тысяч рублей были готовы заплатить жители поселка Рощинский за то, чтобы не служить в армии. Деньги сотруднику военкомата они пытались передать через курьера. Почему молодым людям не удалось купить военные билеты, знает Алина Чемерес. Криминальная драма закончилась, не успев начаться. Посредника, который, по версии следствия, должен был передать деньги сотруднику военкомата, задержали с поличным в одном из самарских дворов. Прямо в машине, где дерзкому преступлению не суждено было свершиться. Меня попросили, так скажем, передать деньги, чтобы я сделал, ну, не я сделал, а чтобы попросил я сделать военник. Так, кому? Так скажем, вот человек. Откосить от армии, по предварительной информации, задумали двое жителей поселка Рощинский. Год воинской службы показался им столь суровым испытанием, что молодые люди были готовы заплатить за военный билет 250 тысяч рублей. На первую и последнюю встречу с посредником несостоявшиеся солдаты явились только с частью суммы. Сколько денег ты ей должен был передать и когда? 170 тысяч. Когда? Сегодня. Твой интерес какой в этом? Ну, так скажем, я хотел себе чуть-чуть денег поиметь. Сколько? Ну, в районе там 10-20 тысяч. Теперь вместо заслуженного вознаграждения уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве». Пока ведется следствие, горе-курьер находится под подпиской о невыезде. Алина Чемерес, События. А теперь коротко о других темах дня. С понедельника в некоторых домах Самары отключат горячую воду. Это связано с проверкой на Самарской и Безымянской ТЭЦ. Без воды останутся жители проспекта Карла Маркса, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Советской Армии, Новосадовой, Солнечной, Демократической, Алма-Атинской, а также Ракитовского и Зубчининовского шоссе. В среду, 12 апреля, такая же проверка затронет сети в пределах улиц промышленности Аэродромной Авроры, Мариса Тореза, Революционной и Московского шоссе. Как отмечают энергетики, такие испытания в конце отопительного сезона позволят определить участки теплосетей, нуждающихся в первоочередном ремонте. В Самаре железнодорожную станцию «Ягодная», расположенную в микрорайоне «Крутые ключи», собираются перенести ближе к улице Мира. Проект планировки уже готов. На новой станции появится зал ожидания. Обустроят перроны, парковки, а рядом построят автовокзал и подземный переход. Между станцией «Ягодная» и жилой застройкой появится сквер. Проект предусматривает строительство улицы «Путевой», которая соединит улицы Мира и Устинова. По ней будет курсировать общественный транспорт до «Ягодной». В Самарской области подтопило мост. В Пестаровском районе у села Мосты разлилась река Большой Эргиз. По данным МЧС, высота воды над дорожным полотном – 5 сантиметров. Угрозы подтопления жилых домов нет. На месте подтопления работают сотрудники ГИБДД. Движение легкового транспорта через мост приостановлено. Проезд большегрузного транспорта не ограничен. В Самаре в день общегородского субботника выступят звезды российской эстрады. Большая уборка пройдет 22 апреля, а концерт после нее на площади Куйбышева. Артистов для выступления выбирали сами жители. Как показали опросы, горожанам больше всего нравится группа «Серебро» и певец Денис Майданов. Билеты на выступление будут раздавать самым активным молодым людям, которые помогали в уборке своих дворов и города. А для пенсионеров, вышедших на уборку, торговые сети предложили 10 тысяч дисконтных карт. С ними можно будет покупать товары во многих супермаркетах со скидкой. Дождались. В Самарскую область пришла, наконец, температурная весна. В субботу 8 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха в ночные часы составит плюс один, плюс шесть. Днем 9-14 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. В воскресенье ночью осадков не ожидается. Столбик термометра опустится до плюс одного. Днем местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется от 9 до 14 градусов. 7 апреля во всем мире отмечают День здоровья. Он установлен Всемирной организацией здравоохранения в 1950 году. Ежегодно в Самаре в этот день в 4-й городской больнице проводит совместный выездной прием отделения профилактики и Центра здоровья. В этом году он прошел под девизом «Нет депрессии». Лариса Шалафаст продолжит. Узнать свой рост, вес, измерить давление, оценить состояние легких. Чтобы пройти обследование организма, не нужно ходить по кабинетам и тратить время в очереди. Шесть специалистов проводят экспресс-скрининг организма за 30 минут. У всех врачей прошла, я измерила давление, сахар узнала и холестерин. Ну, очень хорошо. Такие проверки очень полезны, говорят врачи. Чаще всего в группе риска люди, которые считают себя совершенно здоровыми. Но даже на первом этапе нередко находятся сбои в работе внутренних органов. В этом году специалисты 4-й городской больницы особое внимание уделяют еще и психическому здоровью пациентов. По данным Всемирной организации здравоохранения, все больше людей ежегодно страдает депрессией. К сожалению, их количество увеличивается. Сегодня мы для наших пациентов, наряду с общепризнанными такими обследованиями, еще у нас и консультирует медицинский психолог. По результатам обследования пациентов консультирует врач, дает рекомендации и, если это необходимо, направляет к профильному специалисту для дальнейшего лечения. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Общественную акцию «Вместе против экстремизма и терроризма» покажут в эфире самарских телеканалов. Трансляцию жители смогут увидеть в субботу, 8 апреля в 19 часов в эфире трех самарских телеканалов «Самара ГИС», «Россия-24» и «Губерния». Напомним, 8 апреля в 12 часов на площади Куйбышева пройдет общественная акция. Ее цель – выразить поддержку жителям Санкт-Петербурга в ход свободный. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Внимание, знаки! Грозит ли штраф самарским водителям, если шипы есть, а знака нет. Бабушкам свободную торговлю, нарушителям штраф. В советском районе Самары сегодня проверяли документы у лоточников. Заслуженные дважды народные. Всех званий ее не перечесть. Сегодня 100 лет со дня рождения великой актрисы Веры Ершовой. Это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся.